Вы слушаете канал жааш.клаб, след на кухонном полу. Лет 10 назад мы с подругой проживали вместе в съемной трехкомнатной квартире. Одну комнату хозяйка закрыла на замок, а другие были сданы нам в аренду. Первый этаж, панельный дом, окна во двор. Состояние комнат, мягко сказать, средненькое. По словам хозяйки в квартире она сделала косметический ремонт. Ну, если считать свежие обои на стенах, то пусть будет косметический. Через несколько дней соседи, пожилые женщины у подъезда, рассказали, что в нашей квартире два года назад проживал мужчина со своей сожительницей или, как принято теперь говорить, гражданской женой. Они злоупотребляли спиртным. Квартира, по сути, являлась притоном для местных алкоголиков. Сначала умерла жена хозяина, а потом как-то быстро через месяц-другой и он. Его родственница вступила в наследство, и сейчас она и есть новая владелица жилплощади. Нам с подругой с первого дня не очень понравилось жить в этой квартире. На кухонном столе, как только включим свет, не один раз стали замечать убегающих тараканов. Вот-вот в свои права вступит зима. А отопительные батареи под окнами еле-еле теплые. Одежду не снимаем. Зябко. Но деваться пока некуда. Ведь арендную плату уплатили за месяц вперед. Решили потерпеть. Однако заняться вплотную поисками другого жилья. Через три дня задумали навести полную уборку в квартире. В моей комнате лежал коврик размером 2 на 3 метра. Скручивая его, чтобы вынести на улицу и выбить от пыли, в дощатом полу прямо по центру комнаты обнаружились обугленные доски. Пол обгорел в одном месте так, будто бы тут жгли костер. Обугленное дерево потрогали пальцами. Мягкая бархатистая сажа впилась в кожу и с трудом отмылась под краном с водой. Когда выбивали колотушками пыльный ковер, подошла к нам еще одна соседка. И на наши слова об обгоревших досках, воскликнула, так это все алкаши прежние. За неуплату коммуналки отключили им и свет, и воду, и газету. Вот они дома некое подобие печки из кирпича соорудили. Трубу-вытяжку в форточку протянули. Лист жести на пол положили. Зажгли дрова. Мужичок в магазин за очередной бутылкой пошел. А женщина пьяная у огня уснула. Соседи пожаловались над им пожарником. Те все быстро потушили. Но ее спасти не успели. Задохнулась. Скажем честно, что после таких слов проживать дальше в арендованной квартире совсем расхотелось. А с рассветом на кафельной плитке внизу прямо у кухонного стола увидели от ноги грязный след из сажи. Такой четкий след пальцев, подошвы, пятки. Мы его с подругой не оставляли. Настроение утреннее мгновенно испортилось. Еще мистики. Призраков нам не хватало. В этот же день мы нашли другую квартиру. Ключи от старой отдали ее хозяйке, даже не потребовав обратно денег. Продолжение истории читайте на сайте jah.club